Не только для спорта. Арена Ерофей в Хабаровске станет еще одной концертной площадкой в городе. И первыми, кто выступит в стенах спорткомплекса, будут музыканты знаменитой американской рок-группы Лимб Бицкет. Концерт состоится 25 октября. Подробности в репортаже наших корреспондентов. Ледовая арена Ерофей была построена как спортивный комплекс для хоккея с мячом. Однако может стать полноценной площадкой для выступления артистов. Организаторы турне группы Лимб Бискет в России заявили, что на концерт в Хабаровске соберут больше 4 тысяч зрителей. Лимб Бискет – группа из США. Основной стиль которой – нью-метал. В переводе с английского ее название означает «размякшее печенье». Коллектив прославился, в частности, своими саундтреками к голливудским триллерам. За 20 лет существования Лимб Бискет играл на разных площадках – в клубах и на стадионах. По словам организаторов турне, коллектив не предъявляет чрезмерно высоких требований к месту проведения концерта и готов к экспериментам. Однако для того, чтобы выступление в Ерофей-арене было достойным, спорткомплекс необходимо оборудовать специальными звуковыми системами. Дело в том, что звук в таком объемном помещении распределяется неравномерно. До последних рядов он доходит с задержкой в 2-3 секунды. Самая главная задача – это покрыть равномерным звуком с равномерным давлением всю территорию, все зрительские места, чтобы зрителю было комфортно слушать и смотреть представление. Чтобы создать комфортные условия зрителям на больших площадках, таких, например, как Московский комплекс Олимпийский, специалисты с помощью цифровых устройств замеряют скорость задержки звука в разных точках и закладывают эти данные для программирования множества колонок. Их располагают по периметру арены. Такая технология позволяет избавиться от диссонанса и обеспечивает равномерное распределение звука внутри помещения. Площадь Ерофей-арены превышает 50 тысяч квадратных метров. Она способна вместить до 10 тысяч зрителей. Если для концертов будет использоваться только половина зала, это упростит задачу по акустическому оснащению. Наталья Шиян, Анастасия Афанасенко, Виктор Казаров, Павел Павлов. Для программы «Новости».